привет всем добро пожаловать на наш с моей мамой канал всех приветствую из германии у нас сейчас почти обед сейчас я уже поеду за софикой забирать из садика сегодня пятница последний день перед отпуском перед ферри перед каникулами дам две недели в них садике сейчас будут каникулы поэтому софика у нас будет отдыхать но она любит конечно в садик ходить для нее это для нее это не каторга ходить в садик вот вообще у нас сегодня по плану встретиться с моей подругой вместе погуляем может куда-нибудь сходим покушать точнее даже почти примерно знаю куда мы пойдем как я и говорила да у нас здесь есть водопады в нашем городе и перед водопадами есть ресторан я уже много раз вам его показывала и вот там вот мы любим посидеть покушать там есть игровая площадка для детей и где побегать и в общем-то покушать на свежем воздухе там туда вот мы наверное с ней и пойдем на каникулы конечно же у нас ничего таких грандиозных планов нет наверное съездим зоопарк куда-нибудь соседние города покатаемся а вообще скоро на днях мы должны уже получить ключи от дома наконец-то приступим там уже что-то делать уже руки чешутся надеюсь ничего не отменится в этот раз все-таки 15 числа надеюсь мы получим ключи от дома ну а завтра у нас суббота ну конечно же суббота если сегодня пятница да и завтра мы наверное софия отвезем с ночевкой к бабуле с дедулей у них сейчас отпуск одна неделя отпуска уже прошла и вот софика может остаться там немножко подольше с ночевкой останется снова на два дня будет у бабули с дедулей проводить свои выходные и привет привет из россии едем деревню и едем оба ембля на машине вообще не запланированная поездка связи с чем у нас доника им заболела мама вот конечно же сразу же руки руки и ноги сразу звонили заболели и вот не знаю каком состоянии она на сегодня врача вызывала к себе домой у нее температура тошнота вот она кажется и вчера просто нам не говорила каком она состав просто болею силы нету но я говорю вот наша жара сейчас у нас погода 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 вообще жара но это жара очень тяжело дается вот она и вот когда жара началась она говорит вообще силы есть не хочется вот сил нет но я понимала целый день а здесь оказывается он еще чего уже и давление не упало а у яма позвонила выжать даже состоянии все едем конечно а бы только меня ведет он обратно приедет а я останусь с мамой девчонки помните в каком-то влоге давно я поднимала тему по поводу уборки по какой системе я делаю уборку что я делаю каждый день что-то по чуть-чуть чтобы у меня не было такого что вот настанет бум день где у меня все везде грязно и пыль и полы и все-все-все-все-все поэтому я каждый день что-то делаю мне кажется вы по влогам даже уже заметили там в одном блоге я займусь стиркой я вот запущу всю стирку в одном блоге там например я поменяю все везде постельное белье помните вот на днях я отмыла всю ванную комнату до каждого уголочка все и стены помыла и все сами раковины туда-сюда все и полы до каждого уголка дошла сегодня я вот обратила внимание смотрю фасады кухни у меня уже не помешало бы помыть то есть уже видно какие-то заляпы где вот мусор у меня дети сами выкидывает мусор там заляпанными руками да там приедет персик и они сами идут косточку выкидывать что данил что софика когда они открывают конечно же они заляпывают вот эту вот вот эта дверь она мусорное ведро и поэтому да сегодня я займусь этим вот вчера я мыла полу и и да сегодня протру фасады своей кухни протирая я вот такими влажными салфетками мне нравится этот выход всегда чисто без 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 налетов без ничего всегда я этим делал в общем-то сейчас я этим и фасады а 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 доделала я свою уборку на кухне все протерла везде все поверхности внутри я ничего не вытирала только поверхности хочу сказать посмотрите у данилки последнее время привычка играть где-то вот под чем-то вот под чем-то вот куда-нибудь залезть какое-нибудь узкую узкое пространство маленькое пространство вот как сейчас даже ой что-то у меня камерка кто-то странно снимает даже вот как сейчас посмотрите построил свои машинки там он на стуле под стол залез там сидел играл под этим стулом тесно ему но все равно сидит играет там да сына и и привет помостик мой маленький ты помостик мой маленький да помогал мне протирать помогал мне портить камеру до нажимал на камеру да как ты нажимаешь на камеру как машинки играешь сын когда машинки скажи машинки а скажи машинки финге башинки вот мы и приехали мы в деревне они каин да мама лежит вообще никакая с утра она прямо сама уже позвонила доктору и с утра пришла на уколы сделала а сейчас перед нашим прямо при приезда перед нашим носом можно сказать она здесь у нее была также систему еще прокапала ну вот потом конечно же я сразу позвонила ей насилия павла огромное ей спасибо вот завтра еще с утра придут также уколы сделай ей и систему прокапаю вот так заболела нашей они каин надеюсь ненадолго ненадолго мы не разрешим ей долго валяться да маньяка им даже он голос не подает даже не разрешим так что сразу сейчас возьмемся за ее здоровье так я в деревне я остаюсь деревне уж по-моему я говорила в машине а сейчас объемно провожаю мы встретились с моей подругой сидим трапезничаем да я сейчас за ним пойду смотрите вот деловой до него пошел пошел один купили как всегда по сосиске картошки сегодня еще решили по пиву выпить покушали попили и теперь идем в сторону домой я в данилку толкаю софика вон подружка моя катя тоже кукуруза поспела посмотрите уже початки уже крупные по-любому вкусная натуральная мои дети кстати раньше любили вареную кукурузу я варила они прям сидели и грызли а сейчас нет вот пару раз уже покупаю и нет не съедают зря варю хотя и сладко я пробую вкусно и сладко из магазина но не хотят всем доброе утро и хорошего дня и всем главное всем вам здоровья у нас ночью счета была они каем вообще не спала конечно же и я не спала по моему виду даже видно видите опухшие сейчас раннего утра должна населя поприки доктор поставить ей уколы и систем прокапать я надеюсь после уколов и систем она хорошо поспит глубокой сном я имею ввиду потому что когда человек спит организм отдыхает и выздоравливает сон знаем самый важный у человека без нам и ничего вот сейчас жду насилия пана конечно же по хозяйству будут дела делать и следить за они каем ухаживать надеюсь надолго у нас не протянется лечение и как сказала старались что быстро и на ноги встала быстро быстро уже как поняли пуп по системе что приходила василия по доктор и дозу уколов сделала и прокапывала опять же систему василия по сейчас обрадовала меня она год я вижу как то беспокоишься волнуешься не переживай все хорошо будет вот то не видела до что в эту мама у тебя было действительно ведь я не видел знаете когда увидел только когда через вопс обговорить начал она все это всегда находила он давай так поговорим знаете она нам не говорила что болеет потом чувствую по голосу его нет просто сил нет от жары сил у меня нету вот немножко давление вот так подымается вот это нет ну-ка я ка через вопс об и она берет она лежит белый лист лицо вот так вот скрывала от нас и вот василия погодит не переживай я уже вижу ей лучших отпускаю всю ночь она не спала но после вчерашки систем и укола и уже вижу лучше а сегодня после сегодняшних уколов и систем еще лучше станет не переживай все хорошо быть сейчас она говорит будет спать все хорошо будет вот все равно вот и если что будет держу на связи их будем созваниваться так что я сейчас она сейчас летит спать после системы так что а я хозяйственными делами тоже не спала может обед приятно всем привет уже и субботы я выгляжу как общипанный цыпленок вся мокрая в прогнозе погоды стояла что сегодня не ожидается дождь мы собирались гости на точнее собрались уже уже сидим в машине к бабуле с дедулей и что вы думаете пока выходили из дома начался дождь посмотрите какой дождь вот на камеру не передает какой сейчас частый такой сильный но сильный дождь и вот пока детей посадила пока пристегнула пока что вся сама мокрая вы посмотрите какой дождь какие тучи все затянуто это вот стоит сегодня что вообще дождь не собирается я даже специально посмотрела стоит что сегодня не должен быть быть дождь ну вот пожалуйста не должен быть дождь вот что это такое а мы с детками вышли на прогулку яблоко до сорвали яблоко немножко сына ты меня сдаешь то что ты машешь рукой еще дальше там яблони растут ничейные сорвали чуть-чуть опять дождик начинается дождик начинался мы спрятались вышли опять дождик начался посмотрите как бы вам показать даже не знаю все бегом 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 машину мы уезжаем занял к еще всем доброе утро и хорошего дня и всем вам главное здоровье никого и мать намного лучше намного лучше но она говорит не снимай только меня больной говорю нет только буду рассказывать твое состояние нет конечно не конькой ну вот знаете у меня сегодня будет подготовка мяч лиске готовка а какому мяч лиске помните я вам говорила пить от моды уже сегодня 51 день тому назад у меня умер двоюродный брат это они кайны к родной племянник это родной сестры сын по тайна тому что уже сестры давно нет и она говорит и она говорит я сама себе обещала потому что говорить у матери нету я сама себе год как родная тетя дала обещание что каждый мяч лисом буду проводить это и три дня 740 дней и 52 дня потом год год все буду проводить ну как уже знаете она болеет она мне говорит к сам знаешь бы я себе слова вот хочу чтобы уже исполнится мое слово год проведи уже от мяч лиской ну позвать мулу бабушек стол накрыть рука устала потому что вот 40 дней она справляла рю конечно уж как то если слова дала разве не сдержим но сдержим вот сегодня будет готовка сначала раскатаю тесто для лапши лапшу резать буду пироги печь но пирог не знающий какой начинкой тесто месяц но у меня сегодня день вот столько я заготовила домашние лапши лапша на яйцах на домашних яицах саморучно резала заготовку лапша уже готова ну что всем привет уже из воскресенья сейчас я возьмусь заготовку ужина готовить буду фаршированные перцы но хочу подключилась я вам к вам не показать как я готовлю перцы мне кажется все уже умеют делать фаршированные перцы а похвастаться да да похвастаться я тоже умею если она к месту или уместно во всех девчонки мальчишки буду плацнется вот таким вот шикарным букетом который получила от своего мужа мне кажется шикарнейший букет здесь есть и и устомы и хризантемы и лилии и подсолнухи и ромашки и гвоздички вот такой шикарный классный передается ли вам вот эта масштабность вообще букет большой посмотрите вот я вот так вот обнимаю и до сих пор даже еще не обняла то есть букет большой некоторые сейчас подумают какой у тебя хороший муж какой он молодец дали цветочки без повода не день рождения не 8 марта да сейчас на дворе нет девчонки сейчас вырую кое-что скажу если бы я ждала цветы от моего мужа без повода я бы скорее всего уже состарилась да да я слышала о психолога давно вообще ты это уже слышал он не знаю почему-то никогда это не применяла мол мужики не понимают намек надо в лицо им говорить что ты хочешь вот твое счастье женщина умей говорить все прямо в лицо мужику и вот в этот раз я ему сказала я хочу цветы подали мне цветы купи мне я братан сказал я хочу цветы купи мне цветы все он так на меня посмотрел в умол что-то тебя нашло ни с того ни сего то есть мы даже как бы нет не было у нас предисловик этой теме а он спрашивает какие цветы хочешь говорю любые выбери на свой вкус подари мне цветы все вот на следующий день получила букет цветов то есть вот эта вот теория работает когда ты лицом мужику просто говоришь о своих желаниях не о догадках не неплохо было бы получать цветы неплохо было бы нет вот видимо все таки правды надо все в лицо говорить либо мне просто в этот раз повезло так еще новости из полей у нас есть такая очень интересная история с мошенником где игорь попался на деньги на 450 евро историю заново конечно же рассказывать не буду оставлю ссылку на это видео где рассказала все подробно что и так эту ссылку оставлю прям первый же комментарий будет прикреплен кому интересно послушайте в общем игоря обманули он попал на деньги на 450 евро но обманули до попал в лапы мошенника или дурачка я даже не знаю как назвать его вот не знаю вот если вы посмотрите это видео я о нем рассказываю вы реально тоже удивитесь что это за дурачок такой но в общем там же у нас начали уже работать адвокаты адвокаты ему писали письма писали писали он все игнорировал но видимо адвокатов есть такое знаете определенное количество писем когда уже вот столько писем проигнорировано то наверное уже подключают суд что в общем то в нашем случае письмо он кстати получал потому что письма были заказные иначе вы не возвращались обратно письма он получал и что хотела сказать да подключился теперь суд суд уже тоже выслал повестку я не знаю как это называется повестка не повестка после получения этого письма из суда если в течение двух недель все-таки не оплатит нам наши деньги знаете тут уже дело принципа пошло дело принципа дело уже не в самих деньгах хотя это тоже крупная сумма 450 евро почему я должна ему дарить эти деньги да но тут уже дело принципа потому что мне кажется мы не первые в этом списке которых он обманывал но многие наверное говорили да пошел ты да это чем с тобой разбираться чем нервы тратить да это то есть ему наверное прощали закрывали глаза на вот эту но нет мы хотим наказать этого человека так нельзя поступать этот ну что это за наглость такая ну что это за наглость и да вот если в течение двух недель не оплатит нам эту сумму то тогда уже к нему на пабель постучат пристава не знаю вот как он среагирует это письмо все-таки будет ожидаться приставов или что я не знаю что у него в уме почему он так действует таким ходом действует я не понимаю но дело вот так вот дальше вас буду информировать что и чем закончится эта история будем держать кулачки все что справедливость восторжествует но она сегодня наверное уже больше не буду подключаться я так думаю потому что ничего особенного мы не делаем софика до сих пор свои бабули дедули она там классно отдыхает мне только фотки присылают как они там то в том то они в центр поехали пиццу кушать то они там в игровую площадку пошли все игровые площадки наверно города ротлингена собрали потому что фотки с разных игровых площадок мне выцелают в общем ей там классно ей там нравится и я очень рада этому факту все лапшу я приготовила мелко порезала а теперь я собралась в магазин магазин за продуктами и еще по делам но за продуктами что фрукты посмотреть может еще вкусняшки какие чтоб на стол положить бабушкам и молли и самим покушать конечно же так что я собралась еще и по делам я сейчас еду на почту оплачивать жкх мамины по щечкой снялась и данные сколько оплатить это за газ за электричество за мусор у вас сейчас еду кстати за мусор очень удобно что мусор что теперь удобно деревне что стоят контейнера и все мусора выкидывает и потом забирает очень удобно сделали кстати от мамы почта очень далеко пешком идти она всегда просит кого-нибудь конечно же оплатить но когда я здесь конечно я сама еду надеюсь открыто здесь администрация так что сейчас зайдем почту вот и почта сейчас зайдем посмотрим лотерейные билеты вышла я из почты оплатила смотрите как красиво перед почтой большие елочки и рябина а шишек сейчас пойду магазин зайду кстати чего хочу сказать дорога асфальтирована вон там поворот там за поворотом садик школа так стоя обратно домой такие вот удобно прямо сколько лет интересно года три наверное не больше вот такие контейнера ставят по всей деревне очень удобно очень а то не знали куда девать мусор нанимать надо было вот удобно месяц по моему 100 рублей платит нам за мусор кто живет или магазин непонятно береза какая большая да вот иду наблюдаю пешком что хочу сказать вот это деревня вообще очень процветающий не увасающий а наоборот процветающий много молодежи детей даже в деревне же и садик есть очень процветающих как тоже у меня разговор был если в деревне есть газ все равно уже как-то побольше молодежи молодежь строится и сейчас еду по центральной дороге но далековато пешком далековато конечно же испекла вот такую большую большую ватрушку на стол пирог из творога такую вкуснятину конечно же еще на столе будет только что из духовки горячий еще один пирог будет на столе а это начинка здесь яблоко пироги пирог с яблоками такой вкусняшка еще будет ну разрезище конечно же покажу вот такой вкусняшка щи я сегодня у маму мариную огурчики смотрите какая мелко то начала уже приступила к этой работе вода кипит вот приготовил укроп хрен листьев тесно эти какие мелкие прямо ручки как корнишоны можно сказать даже вот такие вот буду сколько банок в этих я не знаю вот такой работой занятой сегодня из всего огурцов меня вышло получилось две баночки трехлитровые такой вкуснятин закатала я на зиму сейчас будем под одеяло как уж я говорила крышкой вниз вот такой вкусняшку смотрите какая мелкота да красота я думаю я сегодня уж не выдана связь но все-таки решила похвастаться какая хорошая жена сегодня игр целый день гараже я его привезла покушать а еще позвонила говорит у меня дел еще много привезла ему фаршированных перцев вкусно ну-ка посмотри сюда в камеру посмотри скажи вкусно вкуснее ничего не кушал вкуснее ничего не кушал вот фаршированный перчик и специально много жидкости налила чтобы это макал булки булочки стало жалко мужика думаю ну ладно уж пусть покушает а то голодный целый день ты ценишь мою заботу хоть кивать говори словами занят рот